Большой хоккей все ближе. Минск с 9 по 15 декабря примет чемпионат мира среди молодежных команд и наша сборная будет пытаться выйти в элиту. И очень ждет, что болельщики и помогут соперничать. Нам напомню с Австрией, Латвией, Норвегией, Словенией и Данией. И в студию итогов недели заглянули нападающие молодежки Илья Крылович, капитан команды и Андрей Павленко. Ребят, приветствую вас. Ну давайте, наверное, для начала, чего ждете от турнира лично? Андрей. От турнира жду больших скоростей. Это действительно будет умная игра, потому что это соответствующий уровень У-20. И это всегда мировые турниры, они очень захватывающие, полны голов, интересных моментов. И поэтому лично я считаю, что каждый, кто туда придет, сможет получить массу позитивных эмоций, волнений и прочего-прочего. Илья, как капитан, ну такой момент действительно тревожный. Понимаете, в какой бой вступаете, ведь на кону элита? Ну конечно, тем более при своих трибунах это всегда приятно. Будет колоссальная поддержка от болельщиков. Ну и хочется показать хороший хоккей, добиться цели, которую нам поставили. Взять первое место и чтобы уже младшее поколение выступило на более высоком уровне и поиграло с топовыми сборными. Ну и хочется хорошо сыграть и показать, как можно лучше себя забить. Вот это давление, то, что надо занимать именно первое место. Ну а конкуренты, в общем-то, там у них молодежки достаточно крепкие. Андрей, насколько вот это имеет значение или тут по принципу победим всех? Я считаю, что здесь нет никакого давления. Просто каждый в команде психологически сложен, что это наша арена, это наш город, наша страна. И мы находимся у себя дома, и здесь нет варианта, что мы кому-то проиграем. Мы просто будем выходить и биться до конца, и занимать свое место, и свои победы. Илья, конкуренция и в самой сборной достаточно существенная. Одна эта команда, молодежка, которая играет в нашей экстралиге. Затем много ребят из-за океана приедут. Насколько ощущается вот эта конкуренция непосредственно в команде? Ну сейчас к нам тоже приехали игроки, которые играют в экстралигии А, тоже хорошие ребята. Всегда конкуренция, как и на уровне экстралигии Б у нас в сборной была конкуренция, и она есть и будет. Ну и, конечно, она повысится, когда приедут ребята из Америки. Ну это интересно, это здоровая конкуренция. Будем пробиваться, каждый хочет занять место в составе. Вот это важная фраза. Андрей, ты выступаешь в составе нашего главного представителя в КХЛ, в Минском Динамо. Уже есть больше десятка матчей. Ну, для начала, как адаптация, да, ты относительно недавно из Америки вернулся. Если сравнивать, как ощущения? Ну это, прежде всего, хочу сказать, что это очень профессиональный уровень, и тут нужны большие скорости и быстрое принятие решений. Здесь буквально вот доли секунды, чтобы понять, что тебе делает шайба, куда тебе ехать, бросать или не бросать. Вот это все очень быстро происходит, и очень сложно на таком уровне играть. Ну, насколько уже окреп, я посмотрел по статистике, пока гол плюс пас, там нет ничего, ну понятно, только-только начинается дорога, но по ощущениям, по перспективности. Ну, в перспективе это действительно очень ценный опыт, и получая такой опыт, можно надеяться, что в будущем игра будет только улучшаться. Будем приобретать нужный уровень, нужные способности, чтобы успешно выступать на таком уровне КХЛ, и забивать голы, набирать очки. И впоследствии всего, главная задача, чтобы защищать цвета страны и побеждать на турнирах международных. Звучит хорошо, тем более опыт участия в международных турнирах уже был. У тебя это не первый молодежный чемпионат мира, пару лет назад уже один случился. Как тот опыт, он насколько пригодился? Ну, такие турниры, они, конечно же, всегда очень нужны, потому что ты узнаешь своего соперника, как каждая страна играет в хоккей в том или ином плане, больше давящий хоккей или больше умный. И после таких турниров я сейчас примерно имею представление, какой будет наш соперник, и примерно представляю, как против него играть. Илья, наверняка в раздевалке обсуждается, да, вот когда уходят наставники, когда никого не остается, сами парни в раздевалке, соперники. Австрия, Латвия, Норвегия, Словения, Дания. Не хочу спрашивать, кого боитесь, но кого больше всего опасаетесь. Вот так вот поинтересуетесь. Ну, у нас было много стыковых матчей с Данией, команда хорошая, это уже есть мастеровитые молодые ребята. Но, в принципе, опасаться надо всех, потому что будет борьба за первое место, и каждый хочет его выиграть. И поэтому надо подходить к каждому матчу с максимальной концентрацией и биться на победу в каждом матче, каждую секунду и выигрывать. То, что выиграли недавно в турнире четырех наций, насколько это придает уверенности дополнительной? Ну, и насколько вообще можно параллелить тот турнир и этот? Хороший опыт перед турниром, перед главным турниром. Хорошие команды провели таких спаррингов, много борьбы было, и хорошие голы забивали. Особо не дали много им забить нам, поэтому будем на чемпионате мира стараться делать так же, играть в такой же хоккей, как можно больше забивать и как можно меньше пропускать. Андрей, есть основа молодежки, да, вот клуб, который мы вспоминали, выступает в экстралигии. Ты, получается, из «Динамо» и оказался вот в этом микроклимате. Как у тебя ощущения? Понятно, ребята давно вместе сыграны. Насколько тебе с этими парнями, ты со многими уже встречался в разных клубах, в разных вариациях. Насколько комфортно ты себя ощущаешь? Ну, я не чувствую себя чужим, ощущаю себя абсолютно комфортно там. Там все мои друзья, и атмосфера в команде очень такая душевная в плане, дружелюбная. Все смеются, шутят, но и одновременно все важно готовятся к турниру. И никто не дает себе слабину, все понимают конкуренцию, но так же тут нет чего-то такого грязного или нездорового. Все друзья, все идем вместе к одной цели. Такое бывает, когда у себя дома, да, волнение сказывается, но очень важно и то, как помогают с этим волнением, скажем так, давлением справляться. Все ли по условиям хорошо? Я знаю, что вы живете непосредственно у Чижовка-арене, рядом там в гостинице. Все условия, нет ли для молодого человека очень важно, чтобы как бы в четырех стенах не закрывался? Нет, нас какие-то рамки не выгоняют, говорят следить за дисциплиной, в быту. То есть, ну, это все понимают, все уже взрослые ребята, и какой-то лишнего никто себе не позволяет. Не хватает ли чего-нибудь? Я не знаю, может апельсиновый сок не выдают? Всего нам хватает. Федерация подошла очень качественно к подготовке, и нам хватает в плане специалистов, которые нам помогают там восстанавливаться после тренировок, готовиться к тренировкам и играм, и из инвентаря тоже всего полного, поэтому тут не возникает никаких вопросов. То есть, решение задачи – это дело за вами. Я бы хотел еще поинтересоваться по поводу персоны главного тренера Дмитрия Дудик, неоднократно из студии, бывало, вместе мы комментировали матчи. Как он, как человек, который за камерами, насколько легко находите общий язык, нет ли какого-то дискомфорта, ну и самое главное, все ли понятно от требования, да, и, соответственно, реализация на льду. Получается ли все, Андрей? Ну, мы получаем определенную установку, Дмитрий Владимирович всегда говорит, какую роль он ждет от игрока, что ему надо будет делать на льду, и, соответственно, каждый должен выполнять свою роль, и, выполняя ее, мы добьемся результата все вместе. Илья, как капитан, есть ли право, скажем так, поговорить с наставником, что, мол, вот у нас есть такие варианты, может быть, какие-то предложения, бывает ли такое на таком молодежном уровне? Ну, на льду у нас работа, да, никто лишнего не позволяет, а вот после игры, после тренировки где-то что-то спросить, поговорить, можем даже посмеяться, кто-то подшутит, подшутит, ну, это нормально, в плане этого, ну, хорошо относятся мы к нему, и он к нам, в плане этого вопросов никаких нет. Вот это и есть микроклимат, и радует то, что накануне важного турнира с этим все в порядке. Ребята, давайте в завершение, наверное, поговорим об ожиданиях в плане болельческого интереса. Понятно, что близкие, родные, друзья, они точно будут, как, на какую публику вы рассчитываете на этом турнире? Ну, мы рассчитываем, конечно же, на полную арену, потому что, ну, даже в сравнении, когда никто не приходит на матчи, то, соответственно, энергия матча такая, вялотекущая, когда все болеют, все жаждут, ты просто понимаешь, что ты не можешь подвести своих болельщиков, те, кто пришел, так сказать, поболеть за нас, поэтому матчи все должны быть очень энергичны, и мы должны показывать игру, чтобы не подвести их. Илья, в завершение, как капитан, призыв к партнерам, я не знаю, к публике, на что рассчитываешь ты? Ну, так же рассчитываю, как и в Бобруйске, была очень классная поддержка. Мы удивились, что очень много людей пришло, это подталкивало нас вперед, хотелось победить. Ну, и я так же ожидаю и на чемпионате мира, что будет полная арена, потому что к этому подошли очень корректно, много рекламы сделали, и поэтому ожидается, что будет много людей, будет хорошая поддержка, и мы не должны подвести болельщиков. Ребят, вы большие молодцы, начинаем уже болеть за нашу молодежку. Разумеется, телеканал «Беларусь-5» в огромном объеме будет демонстрировать все события, которые развернутся на чужовкой арене. Если кто-то из болельщиков все еще сомневался, стоит ли закупаться билетами, поторопитесь. Ребятам нужна ваша поддержка, но и они, как вы убедились, лично готовы эту поддержку оправдывать. Болеем за молодежку, смотрим «Беларусь-5». Ребят, спасибо еще раз за все.